Немножко о себе. Меня зовут Дмитрий Рудой, я работаю в компании Neotex, с ведущим разработчиком. Занимаюсь решениями в области платежей банковскими картами, по самообслуживанию и интернет-экварианту. Чем мы будем сегодня заниматься? Что такое безопасность? Вопрос очень открытый, я тут хочу процитировать Википедию. Безопасность состоит из трех частей по классике. Это конфиденциальность, целостность и доступность. Понятное дело, что все это дело мы за один ивент не хватим, я думаю, и за один тоже. Поэтому сегодня немножечко поговорим об угрозах, о атаках, которые возможны и о принципах построения безопасности. В общем-то, как раз на принципах я и хотел сарцентироваться, но это потом. Также начнем. В чем угроза наших веб-приложений, которые все мы создаем? Так, начнем. Какие бывают категории атак? Я думаю, давайте сначала поговорим о том, кому знакома эта тема. Чьи продукты ломали? Любой продукт, я сталкивался, любой продукт, его ломают. Полностью. Нет, подождите, что такое полностью? В разной степени. Любой, скажем так, продукт, который смотрит в интернет, он подвержен атакам. И также, какие атаки бывают? Это злоупоревление функциональности, атаки на структуру данных, встраиваемый вредоносный код, использование аутентификации, инъекции, атаки, отслеживание путей есть, атаки с использованием вероятностных методов, манипуляции с протоколом, истощение ресурсов, манипуляции с ресурсами, ну и с них. Дальше подробно о каждом. Учитывая, что времени много, я вас сильно грузить не буду этим всем, потому что рядом ссылки, почитайте, если можно. Злоупоревление функциональности. Что можно сделать? Это блокировка аккаунта. Что это такое? Ну, простая вещь. Пользователь, пять раз неправильно ввел пароль, его аккаунт заблокировали. Элементарно на сервисе заблокировать аккаунты пользователей, если знаешь, гены. Потом есть такая фишка в протоколе HTTPS. Патч очень любит это делать. Можно отправить один запрос, на котором будет несколько артикатов. Соответственно, браузер будет их по-разному интерпретировать. Здесь два ответа. Мобильный код. Ну, и отслеживание путей. Что такое отслеживание путей тоже, я думаю. Давайте, если будут вопросы по этому поводу, можем позже поговорить. Есть атаки на структуру данных. Это переполнение буфера, всевозможные переполнения бинарных ресурсов, то же самое переполнение буфера. Ну, я не хочу останавливаться на конкретных атаках. Почему? Потому что мы поговорим про безопасность по принципу в результате. Поэтому пролистаем, не будем пройти ваше время. Ну, понемножку про инъекции. Вот это прикольно. Вот у нас еще огромное количество и больше инъекций, которые возможны. Туда их. Стоп. Манипуляций с ресурсами тоже немало. Вопрос, как с этим жить, да? Потому что, если серьезно к этому подходить, то любое приложение, которое смотрит в интернет, да и в интернет, очень легко на самом деле ломается, если об этом разработчик не подумал. Так вот. Когда люди начинают думать, это похоже на разработку программного обеспечения. Вот у нас так же делается. Так же думают о безопасности. То есть, зачем-то изобретают свой велосипед. Смысла в этом абсолютно нет. Потому что все придумано. Итак, основные принципы построения системы безопасности. Ну, безопасности в это приложение. Первое, это безопасность на всех уровнях. То есть, допустим, мы занимаемся контролем входных перемен. Где мы это можем делать? На всех уровнях. То есть, здесь мы используем популярную модель V-модель контроллера. То, соответственно, на каждом из уровней мы должны проверять параметры, которые к нам приходят. Валидировать их. Теперь такой очень интересный принцип. Это позитивная модель безопасности. Что это означает? Это означает, что по умолчанию все запрещено. Есть. Да. То есть, если вам необходимо предоставить пользователю какую-то возможность, то вы ее должны разрешать. Потому что, добавляя возможности, вы знаете, что может пользователь. Понимаете? Понятно, о чем говорится? Да. Да. Жутко, логично. Как асиелин? Еще такой важный принцип. Это корректная обработка сбоев. В результате сбоев не должно возникнуть возможности получения доступа к каким-то ресурсам. Ну, простой пример – это пишем процедуру контроля, являясь ли пользователем администратором. И в результате обработки ошибки, ну, то есть, в процедуре может возникнуть ошибка. Если процедура будет вываливаться с каким-то сообщением, кроме отсутствия доступа, у словомышленника будет возможность получить доступ к администратору. Потому что потенциально можно систему загнать в ошибку. Ну, да, ошибки гуглить можно. Иногда получается. Ну, да. Да. Ну, если говорить про гуглить, то чуть дальше пройдем. Там у нас есть принцип избегать безопасности на основе неизвестности. Вот это оно. Затк с минимальными привилегиями. Ну, это понятная вещь. То есть, если у вас запускается Apache, у него должен быть свой пользователь, которому разрешено на операционной системе только то, что нужно. Если вы имеете доступ к базе данных, то это должен быть пользователь не root, а пользователь, который имеет доступ только к тем ресурсам, которым нужно. И так далее. Что такое принцип избегать безопасности на основании неизвестности? Допустим, у вас есть отдельные парты администратора. Вы думаете, что если их никто не знает, то у вас все в ажуре. Но это простой пример, есть более сложный. Что это такое? То есть, нельзя светить, по большому счету, нельзя светить версии, название программных продуктов, которыми вы пользуетесь. потому что, узнав, допустим, конкретную версию конкретного продукта, злоумышленник может нагуглить его уязвимости, ну и, соответственно, очень просто сломать. Ещё важный принцип — это безопасность должна быть простой. Что такое простой? Это не значит, что не нужно ничего делать. Это означает, что при построении системы безопасности нужно понимать, во-первых, кого вы боитесь, последствия, которые у вас могут возникнуть в результате действий злоумышленника. Ну и, соответственно, исходя из этого, строить систему безопасности. Потому что, если у вас есть маленький сайт, который там, сайт-визитка, и её сломают, не надо тратить миллионы долларов на обеспечение его безопасности. Хрен снимку сломают, пять раз в день будем восстанавливать с бэкапа. Кроме простой... Ну, ещё, что такое простая безопасность — это сами процедуры должны быть прям простыми, понятными всем и верифицируемыми. То есть, если мы занимаемся безопасностью, мы должны это... У нас должна быть возможность это проверить. Что имеется в виду? Допустим, если мы договорились... делать... Ну, у нас есть политика в области безопасности. Что-либо делать секьюрно. Так вот, мы должны знать, что каждый из сотрудников, допустим, разработчиков, или системных администраторов выполняет конкретно эти процедуры. Ну, в этом плане, в нашей работе нам всё просто, потому что мы работаем с банковским пластиком, у нас есть стандарт PCI DSS, который нам нос повернуть не даёт. Но процедуры построения безопасности, они должны быть понятны всем людям, которые в них участвуют. Следующий принцип — это обнаружение вторжений. Логирование. Что подразумевается? Если что-то происходит с приложением, вы должны как-то об этом узнать. Что это такое? То есть, если логируются основные действия пользователя, записываются, ну, то есть, если обязательно записываются сообщения в ошибках и анализируются, плюс то, что касается вторжений, всё должно записываться в логин. Что такое вторжение? Это лишнее обращение к базе данных и так далее. Так, и ещё, в принципе, это не доверять инфраструктуре. То есть, вне зависимости от того, насколько бы секьюрная была инфраструктура, ваше приложение должно работать. Ну, оно может, по выключению, допустим, у вас работает приложение, сбой сервера не должен приводить к тому же к потере данных. То есть, допустим, использование транзакций при работе. Ну, также не доверять сторонним сервисам и безопасность по умолчанию. Что такое безопасность по умолчанию? Это быстрее психологический принцип, который подразумевает то, что когда вы занимаетесь разработкой, ну, или созданием продукта быстрее, вы обязательно заботитесь о безопасности. И вы не делаете вещи простыми, а делаете вещи так, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности, о котором договорились. ну, если соблюдать эти принципы, соответственно, ваше приложение будет надежным и работоспособным. так, теперь я хотел бы показать ссылки, думаю, они будут полезны. То, что касается атак, в любом случае, это вещь, которая постоянно обновляется, постоянно появляются новые виды атак, постоянно появляются новые технологии их избегания, их противодействия. Соответственно, для того, чтобы обеспечивать безопасность, нужно быть постоянно в курсе. поэтому, ну, если вы заботитесь о этих вещах, рекомендую, там, ну, раз в месяц хотя бы читать новости по этому поводу. Опять же, очень многое зависит непосредственно от того, непосредственно от угрозы конкретной, которую вы боитесь. Почему? Ну, что я имею в виду? Прошу прощения, просто у меня, то есть кондиционер. Что я имею в виду? В зависимости от того, насколько опасен, какой у вас сервис, нужно строить систему безопасности. Так, теперь я хотел бы вступить в диалог и поговорить о том, как непосредственно строится система безопасности на каждом успехе. И, соответственно, ну, так быстрее на каждом проекте. Что я... Так. Я прошу прощения, может, есть вопросы по тому, что я рассказал. Сейчас я шумночек. Вопрос. Да. Что-нибудь подсказать? Потому что, кроме того, что мы должны быть защищены, мы сейчас должны уметь находить уязвимости у себя на сайте. Да, да. А вопрос можно повторить? Не, нормально. Вопрос. Как находить уязвимости у себя на сайте? Да? Да. Потому что у вас нет тех, на них, что тестеры, чтобы они сидели с книгами. Самая дешевая процедура, самая дешевая технология это не ковыряться в существующих проектах, ну, то есть не пытаться их сломать, а изначально разрабатывать секьюрно. Потому что аудит и тестирование, оно всегда дороже. Программные, в принципе, есть стандартные программные продукты, которые там позволяют скан портов делать, проверять на инъекции стандартные. Что такое проверка на инъекции? Вы берете просто ваше приложение, берете набор векторов, которые возможно это элементарно нагуглить и вперед в каждой из полей по очереди сабмить эти формы. Но этого очень просто избежать. Каким образом? Если у вас допустим просто атака на инъекции, да? Как избегать атака на инъекции? Разрешать пользователю вводить только то, что можно вводить. Допустим, имя пользователя, вам нужно ввести имя пользователя. Вы понимаете, что в имени пользователя могут быть определенные символы. Вот если будет разрешено вводить только те символы, которые разрешены, то атаки, соответственно, на инъекции уже будут невозможны практически. Но есть ли там интересные программные продукты? Там можно написать на инъекции смешно. Смотрите. Да. Вы сказали, что проверять данные на всех уровнях. То есть данные, да. Правильно ли это? Или легче сделать какую-то простую, которую нам будут данные проявлять? То есть чтобы не спротыкаться в своей проверке безопасности, где до этого данные уже сфинтрованные. Смотрите. На разных уровнях проверки должны быть по большому счету разными. Допустим, если вы пишете сущность, то вы должны проверить параметры, которые находят... Допустимость параметров конкретно для этой сущности, для этого метода. Это не означает, что на всех уровнях нужно гонять все проверки по полной программе. То есть да, когда на уровне контроллера нужно провалидировать все данные в первую очередь, но потом, когда вы спускаетесь ниже по вызовам, процедура должна проверять валидность тех данных, которые получены. Почему еще... Ну, зачем это нужно? Это нужно, потому что проектом могут заниматься разные разработчики, и кто-то может не подумать о том, что на определенном уровне необходимо проверить. Соответственно, на следующем уровне будет проверка, которая не даст данным пройти дальше. Ну, соответственно, не будет сбоя. Можно вопрос? Да. А по поводу стоит ли доверять данным, которые приходят из базы? Откуда приходят? Из базы данных. Из своего приложения. Из своего приложения. То есть я получаю из базы данных, стоит ли доверять этим данным? Есть же инвестиции, которые внешне, а есть же еще и которые... А ну-ка, внутренне это как? Да, пожалуйста, подкрытарные данные я их отпугил, я их подкрытил и тут же отправил и не считается из того же приложения, только уже измененные данные. Измененные данные непосредственно лидерам. А приложение считает, что это именно его данные, потому что отправляются с другого алексика. Ну, пожалуйста. Во-первых, ну, то есть здесь в таких случаях нельзя доверять сразу. Ну, то есть нужно понимать, с какими данными имеете дело и, соответственно, их отрабатывать. То есть это не значит, что нельзя доверять тем данным, которые у вас есть в базе данных. Потому что база данных это все-таки, если по-рамотному, это следующий уровень проверки, следующий уровень в архитектуре вашего приложения. Соответственно, на ходе базы данных, если вы пользуетесь трениевыми процедурами, тоже простые валидации делать имеет смысл. Если не пользуетесь, соответственно, не нужно. В основном, в любом случае обращать, то есть изграбать или нет? Конечно, конечно. Ну, то есть если в общем случае доверять нельзя. А так нужно, безопасность в зависимости от приложения это очень такая имеет разные применения. Соответственно, для некоторых приложений возможно в ситуации, когда вы получаете данные и с приложением валится, но вам это не страшно. Вы корректно это отрабатываете и все. Есть приложения, которые на DDoS спокойно относятся. Упало, восстановилось, нормально. У вас еще вопрос такой. Сколько стоит тратить времени в процентах разработки на работу на безопасность на разных приложений? Давайте возьмем второе приложение, например, в сайт за 100 баксов, в сайт за 1000, в сайт за 10 тысяч. Не знаю. Вот я, когда пишу платежное решение, больше 80%. Ну то есть что-либо среднее до 20% миллисер? Нет, ну опять, это ж деньги надо считать. Нет, но у нас все равно наша задача не 100% за счет заработать деньги. Да, задача, во-первых, заработать деньги, во-вторых, не сделать быстрей глупостей. То есть, если это можно делать на фоне, это нужно делать. И опять, должна быть культура. у разработчика, если он заботится о безопасности, он сразу будет правильно оборачивать код. То есть, ну очень тяжело там выделить вот здесь безопасность, а здесь непосредственно разработка. Если в предыдущем докладе говорили о разработке компонентов. Опять, если не обрабатывать здесь включительные ситуации, ну кому нужен этот компонент? с точки зрения безопасности, это забота о безопасности. Просто пошел. Еще вопросы? люди! Да. Да. Так вытягивай, вытягивай. Вопрос, есть ли отдельное тестирование на прогоны по безопасности. Если разрабатывается UI, то в рамках UI делается. У нас есть UI, который обращен в мир, там обязательно делается. Но иначе это не может работать. Вы не слышали, есть такая Тудзовина, по-моему, ElixFiber называется, российских разработчиков, если я не ошибаюсь. Она, по-моему, как раз прогоняет инъекции, такая настольная Тудзовина, с какими-то даже сертификатами, я точно не помню. Я конкретно с ней не сталкивался, Тудзовин видел несколько, но все равно на практике нужно... Она не дает 100% гарантии. На практике нужно все равно брать, по вашему приложению с особенностями все равно гонять. У меня тут самого вопроса. Мы обычно делим пользователи, админы и так далее. У нас любят отдел тестирования зайти под админом и начать гонять на SQL-инъекции. Тот интерфейс, который не доступен вообще простому смеху. Правильно делают. Правильно делают? Отлично. Насколько целесообразно делать тестирование именно этой части? Ну, скажем так, админа слабая. Админский доступ может уйти. Эта вещь, в принципе, такая... Ну, а зачем под админским доступом страдательские линейки? Есть такая штука в CSFR-атаке, да? Админ зашел там... Ну, если у вас популярный сервис, админ зашел на какой-то сайт, и вот JavaScript с этого сайта начинает толпить ваше приложение. Ну, то есть, админ и знать не будет, что происходит с вашими целями. Да. Есть ли у вас какие-то моментные опыты на счет того, что можно заведомо интегрировать в приложение детекторы аномалий? Ну, например, ну, кроме того, что обычно безопасность выстраивается, можно просто поставить в пронг, который будет детектить, что какой-то файл, который не должен меняться, ну, файл приложения PHP-скрипт, изменился. Ну, это админ. Это какой-то вариант просто такого решения. Заведомо готовые аномалии, позволяющие сразу администратору узнать о том, что мы начинаем. Ну, да, это нормальная практика. Ну, как бы это просто пример. В вашей комментарии есть? Скажем так. По-моему, проще все-таки позаботиться о том, чтобы этого, ну, чтобы подменных данных, подменных скриптов не было. Но если вы что-то загружаете на сервер, и есть такое подозрение, то вполне можно сделать такую процедуру. Есть очень много... Ну, это просто примеры привел. Пример, можно сделать самописным. Слушаем быстро. Есть очень много программ, которые позволяют обнаружать... Ну, пассивное такое есть. Другой вопрос, это когда что-то происходит, мы должны поддетелить, что что-то произошло. Ну, таких систем очень много. Разных платформы, которые... Система уже не одна. Ну, как бы, интересно ваши комментарии и опыт использования. Смотрите, там, то, что касается системы... Вот, опять же, разные уровни безопасности, да? То, что мы говорим сейчас с вами, есть еще... Система обнаружения ДДОСа. Вот как раз пакеты в рамках Linux есть стандартные. Этим нужно пользоваться. Ну, просто надо понимать цели, но в любом случае, есть стандартные продукты на сканирование портов, которые проверяют, когда идет сканирование портов, просто отключают запросы с этого... Ну, то есть, вот, если говорить... Ну, то есть... Я понимаю, что я вот сейчас не отвечу вам конкретно на ваш вопрос. Программным обеспечением этим пользоваться нужно. Каким конкретно? Зависит конкретно от вашего проекта. То есть все атаки нельзя... Например, даже вот... А сломают через... То есть 계속... Смотрите, если вы говорите о продукте, который поставляется как отдельная коровка, который кто-то другой устанавливает на своем сервере, то вы можете обеспечить безопасность только своего продукта. Вы не можете обеспокоиться о системе администратора, который наделал дыр. Ваша зона ответственности – это ваш продукт, который не должен валиться от того, что сделали вы. Ну, соответственно, имеется в виду, не сделали вы, а от атаки, которая на вас происходит. Для этого принцип безопасности на всех уровнях, он означает, что на каждом уровне все должно быть секьюрно. Вы можете дать рекомендации на всему, но вы не можете обеспечить за системного администратора, на которого другой компанией, которая поставляет решение, что он сделает все как нужно. Правило, когда дает рекомендации, слышишь о себе много нового ответа. Как правило, если речь переходит в сторону о деньгах, которые будут потеряны, у всех открываются глаза и рекомендациям прислушиваются, если это разумные рекомендации. Буквально недавно LinkedIn-овские пароли у тебя, MD5, потом только добавили к ним 40, 40, да, пардон, 40. Ну да. Не то, что такие мелкие продукты отследить, просто я к чему говорю. Вы рассказываете, что вы разрабатываете систему с кредитными карточками, у вас там все хорошо, у вас там четкие рамки, работают, ни шаг влево, ни шаг влево. А когда Тима разрабатывает продукт, и каждому, извините, сходить молотком, бить по пальцам, когда он, извините, где-то использует MySQL вместо P2 и PlaySchool, и не эскейпит строчку. Вы знаете, у нас тоже брачная команда разрабатывает продукт этот. Ну, у вас же опять, я уже говорил, есть четкие правила, от которых я цехирую. А правила в кодировании нет? Нет, в кодировании нет. Но вы же используете сервис, откуда там не придет. Есть правила, что нужно проверить это, передать это, принять это. Ну, смотрите, в любом случае есть сторона, которая обращена к клиенту, и оттуда может влезть что угодно. Ну, совершенно верно. Я к тому говорю, что даже крупные проекты не показывают вообще никакого уровня безопасности. Да, но это не значит, что надо отпускать руки. Нет, я же не говорил. Я прошу прощения, а в чем вопрос заключался? Это быстрее комментарий. Это уже поемника, по-моему, зашло. Нет, ну, хоть, хоть... Ну, да, безопасность есть. Вот это неправильная позиция. Я к тому говорю, что нельзя сказать, что конкретно только на уровне разработки нужно подойти к этому. Потому что на уровне разработки, на самом деле, много можно просто не учесть вот этих вещей. Безопасность должна быть на всех уровнях. И на уровне разработки очень много ошибок. Вы на 100% на уровне разработки не обеспечите эту безопасность. Ну, как бы вы ни крутили. Только после разработки, как будет продукт разработан, после тестирования каких-то, опять же, тестовых кейсов на безопасность, доводку, вот тогда можете... Нет, нельзя. Ну, нельзя. А процентов не может быть никак. Не знаю. Нет, вот после того, как вы протестировали на безопасность, все равно о чем-то говорить нельзя. Просто оно может защититься от каких-то известных вам вещей. Банал. Ребят, на самом деле, давайте конкретные вопросы, конкретный ответ. Время... Я буду отвечать все-таки, раз, немножко больше, на этот вопрос. Как с этим жить, да? Нет, вот тут надо быть постоянно, только со временем, то есть, ознакомиться с новыми видами атак. И учитывать это в своей работе. Все. У меня есть рекомендация, еще знаете, берешь свой ресурс, вбиваешь в Google, хакит и так далее. Находишь иногда замечательные вещи. Вот так, проверим. Я знаю. Но, как минимум, если вы пользуетесь какими-то популярными премьерами, смотрите их уязвимость по регулярному. Ну, на этом, наверное, все.